Отзывалась ли в вашем сердце чужая боль так громко, что заглушала стук собственного сердца? Я Оксана Кошелева. Люди зовут меня Оксана Скала. Я самая сильная женщина в России и всю свою жизнь я живу с болью. Когда мне было четыре месяца, мать пыталась утопить меня, но видимо мой ангел-хранитель тоже самый сильный. Я выжила. Сперва в детском доме, потом в приемной семье, потом опять в детском доме. Я знаю, что такое одиночество. Приют никогда не станет домом или семьей. Мы же детдомовские, в каждом взрослом пытаемся разглядеть участие, выпросить немного внимания, теплоты. Не привыкли, но очень хочется. Я разучилась смотреть вслед, но не перестала задаваться вопросом. Мы величайшая страна, сильнейшая нация мира, единство людей с огромным сердцем. Что мы реально можем сделать, чтобы будущее тех детей, кто, как и я, стал сиротой при живых родителях, стало светлее, чем их прошлое. Мы не изменим родителей, которые отказались от своих детей. Большую часть этих малышей не усыновят и не удочерят. Им предстоит пройти через много трудностей и противоречий. Им точно будет сложнее, чем тем, кого по-настоящему любили и о чем в будущем беспокоились родные люди. Этого нам не изменить, но мы можем помочь им вырастить свою собственную мечту. Моя мечта защитила меня от многих ужасных вещей, помогла понять и принять себя, простить своих родителей и стать тем, кем я стала сейчас. И я точно знаю, что увлечение становится мечтой, что стремление побеждать – это основа для главных поступков и великих дел. Что мечта помогает ребенку стать человеком, а человеку совершить невозможное, стать лучше и сильнее. А зачем нужна сила, если не для того, чтобы защитить слабого? Я Оксана Скала. Я самая сильная женщина России, сильнейшей нации мира. И я точно могу направить свою силу на то, чтобы заглушить боль и сделать так, чтобы на ее месте появилась настоящая мечта.